О деловых новостях. Какие изменения нефтяных котировок произошли за прошедшие недели? Спросим об этом нашего постоянного эксперта Александра Марусинина. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Рубеж в 70 долларов за баррель для нефтяных котировок оказался сильным сопротивлением. В течение нескольких недель от этого уровня цены на черное золото снижались, пока не нашли поддержку у отметки 60. Сейчас цены на нефть поддерживают форс-мажорная ситуация в Суэцком канале, связанная с закрытием судоходства из-за севшего на мель контейнеровоза. Но подробнее об этом в нашем сюжете. Цены на нефть марки Brent завершили торги прошедшей недели на отметке 64 доллара 30 центов за баррель. Сейчас цены на черное золото поддерживает форс-мажорная ситуация в Суэцком канале. Как стало известно, в понедельник утром был снят с мель изострявший контейнеровоз, но на полное восстановление судоходства по каналу может уйти еще несколько дней, что может привести к образованию локального дефицита нефти и нефтепродуктов в отдельных регионах мира. Однако сейчас в странах основных потребителях нефти запасов вполне достаточно. Более того, нефтехранилища Китая близки к полному заполнению, поэтому ситуация, возникшая в Суэцком канале, серьезного коллапса на нефтяном рынке, скорее всего, не вызовет. Но этот фактор может оказать спекулятивную поддержку ценам на черное золото и частично компенсировать негативное влияние на нефтяные котировки третьей волны коронавируса в Европе. Спонсор новостей финансового блока – акционерное общество «Финам». «Финам» – инвестируйте грамотно. Акции, облигации, валюта – пусть другие разводят руками. Камон.ру от брокера «Финам». Готовые инвестиции по подписке. Не надо ждать курьера или ходить в офис. Профессиональные трейдеры уже отобрали инвестиции за вас. Выберите и подпишитесь на портфель, исходя из ваших целей. Переходите на камон.ру «Финам». Помогаем зарабатывать!